ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России растет число граждан, которые садятся за руль в состоянии наркотического опьянения. По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД, в первой половине 2022 года инспекторы ДПС задержали почти 10,5 тысяч таких нарушителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цифра выросла почти на 4%. А вот тех, кто употребляет алкоголь перед поездкой, стало меньше тоже на 4%. Всего с начала года стражи порядка улечили в нетрезвом вождении, либо был отказ от освидетельствования без малого 150 тысяч россиян. ТРАССА 101 Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий льготный порядок ввоза автомобилей из-за рубежа. Речь о 50-процентной скидке при оплате таможенной пошлины. Распространяться она будет, однако, не на все категории россиян, а лишь на многодетные семьи и ветеранов боевых действий. Возможность воспользоваться дисконтом гражданин получит один раз. Киномарка может быть как новой, так и поддержанной. В случае одобрения инициативы она вступит в силу с 1 января 2023 года. ТРАССА 101 Также в Нижней палате парламента предложили строго наказывать автомобилистов и мотоциклистов за создание громкого шума по ночам, будь то музыка, неисправная выхлопная система или установленный прямоток. По мнению одного из депутатов, на первый раз таких нарушителей надо штрафовать сразу на 100 тысяч рублей, на второй конфискация транспортного средства на несколько месяцев, далее исправительные работы. Также парламентарий заявил о необходимости запуска производства отечественных приборов, которые будут измерять уровень шума от автомобилей в автоматическом режиме. ТРАССА 101 Примерно каждый четвертый-пятый автомобилист в нашей стране сейчас старается экономить бензин. Самый распространенный способ экономии, по данным социологов, сокращение числа поездок. Две трети опрошены, говорят, что заправляются в тех же объемах, что и раньше. 15% респондентов ради экономии перешли на горючее с более низким октановым числом. Также они регулярно ищут АЗС со скидками и акциями. ТРАССА 101 Компания Great Wall запустила процедуру получения российского сертификата на рамный полноприводный внедорожник Танк 500. Китайцы позиционируют как сильного конкурента Toyota Land Cruiser 300. Колесная база у них одинаковая. Что касается дорожного просвета и длины кузова, то японец чуть выигрывает. В Китае цены на Танк 500 стартуют в переводе на рубли примерно от 4,5 миллионов. Оснащается он шестицилиндровым трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 354 лошадиные силы. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат. Среди опций четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша, подогрев и вентиляция сидений, проекционный дисплей, кожаный салон. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101. До свидания. Трасса 101.